Нет у нас нет. Только за последнюю неделю проверяющие составили 36 протоколов на антимасочников в общественном транспорте. За год таких халатных пассажиров набралось 603, а если считать с сентября прошлого года 747. Совместно с представителями перевозчиков, с добровольной народной дружиной, а также с сотрудниками полиции. В ежедневном режиме мы обходим все виды транспорта, автобусы, трамваи, троллейбусы. Спускаемся в метрополитен, на станцию, ездим в поездах и проверяем о том, чтобы все пассажиры это требование соблюдали. Охватывает и утренние часы, и вечерние часы, пиковое, межпиковое время. Мы видим, что все-таки нарушители масочного режима у нас сейчас все еще есть, хотя казалось бы это не жара, вот на улице не так тепло. В маске там никто не задыхается от того, что невозможно дышать, там душно и так далее. Никто не мешает эти требования соблюдать, тем более они касаются жизни и здоровья каждого из нас. Если призыв к здравому смыслу не помогает, в дело идут штрафы. За несоблюдение противоэпидемических мер пассажирам грозит до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение величина штрафа значительно увеличивается. Решение в каждом конкретном случае принимает суд. Соблюдать масочный режим обязан и экипаж транспорта. Каждое утро на предприятии начинается с инструктажа. Мы напоминаем кондукторам, водителям, что они в рейсе должны быть в защитных средствах. Также раздаем им нужное количество на рейс, на день защитных средств. Если вы вдруг заметили, что в ходе рейса кто-то из пассажиров, либо из наших сотрудников, находится без маски, вы можете позвонить на номер горячей линии оператора. Телефоны размещены на сайте нашем, либо в подвижном составе. При этом вакцинация от COVID-19 не освобождает от обязанности носить маску. Ну как же, это защита от вируса. И третий раз сейчас с вакцинацией еду, так что все нормально. Обязательно надо маски носить, перчатки и вакцинироваться. Меры по борьбе с COVID-19 комплексные. Перед выходом на линию транспорт дезинфицируют. Кроме того, в Самаре закупили рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Их установка завершается. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.